Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я Ольга Матвей. Сегодня будем мариновать почеревок. Я покажу, как это делала моя бабушка у меня дома. Это такое вкусное блюдо. Это часть сала с прорезью. Мы будем его мариновать. Его можно готовить на гриле, на костре, с картошкой, как бекон с яйцами, в духовке, в горшочках. В общем, масса вариантов его приготовления. Обязательно оставайтесь вместе со мной. Я пошла на рынок и купила вот такой красивый кусок хрюши по черевку. Посмотрите, какая она мясная, даже с таким кусочком мяса. У нас хрюшу очень любят все. Наша семья не исключение. Как говорит мой муж, любим, уважаем и едим. Теперь, что мне понадобится как для специй. Первое, что нам понадобится, это черный молотый перец. Без него никуда. Теперь паприка. Паприка придаст цвет красивый. Здесь у меня молотый красный перец. Он даст остроту. Базилик. И здесь такая смесь трав. Здесь у меня и кориандр, немного мускатного ореха, и чабер, и душица, и тмин. Это то, что я беру такую смесь. Обязательно чеснок и соль. Здесь у меня осталась смесь, которую я использовала еще в прошлый раз. Здесь все то же самое, только добавлены крупинки горчицы. Поэтому, если у вас есть белая горчица, можете ее использовать. И лавровый лист. Лавровый лист нужно подробить, помельчить. Вот так вот я делаю это руками. Вообще из специй вы можете взять совершенно что угодно. Не обязательно именно то, что дала я. Вот что вам нравится дома, то и берите, что есть у вас дома, вернее. Сюда отправляем все специи. Так, перчик. Как запах перчика очень хорошо. И чеснок. Нам понадобится тот, который мы будем давить через чеснокодавку. Вот сюда в специи. И отдельно чесночок, который мы будем нашпиговывать весь наш почеревок. Можно порезать мелко чеснок, но я предпочитаю вот так через чеснокодавку. Мне кажется, он такой сочный, более однородный получается. Но мне так больше нравится. Итак, пропускаем часть чеснока через такую чеснокодавку. Все, что внутри в чеснокодавке, тоже отправляем сюда же в нашу смесь трав. Все это дело нужно хорошо помешать. Можно ложкой, можно в ступке. Вот таким образом. Посмотрите, как красиво, аппетитно выглядят специи. Теперь сюда отправляем соль, которую мы с вами приготовили. Вот так вот все перемешиваем вместе с солью. Оставшийся чеснок нарезаем кружочками. Приблизительно вот так. Если он у вас маленький, разрежьте просто напополам. Так тоже можно вдоль. Главное, чтобы он не был слишком толстый, чтобы был более плоский. Лучше, конечно, вот такими кружочками. Они тогда плоско, так хорошо входят в почеревку. Теперь в мясе делаем надрезы. Приблизительно вот так. Делаем надрез и сюда отправляем в надрез, чтобы вы помнили, где он сразу. Отправляем чеснок. Если вы сделали надрезы сразу, то будем потом искать, куда этот чеснок девать. Чем чаще и чем больше вы нашпигуете чесночком, тем будет вкуснее. Можно не только чесноком шпиговать. Можно лавровый лист отправлять сюда, будет тоже вкусно. Или шпиговать. Вот смотрите, делаю надрез вот такой. И беру специи, которые я приготовила, и заправляю туда специями. Вот так. Тоже вкусно. И так, и так в перемешку можно нашпиговывать. Сбоку делаем то же самое. Делаем надрез. Вот там, где лежит нож, туда вставляем чеснок. Так удобнее будет, иначе потом тяжело найти. И точно так же специи. Специи получатся и снутри, и снаружи. Это очень-очень вкусно. Вот таким образом. Когда мы хорошо его нашпиховали, посмотрите, какое оно красивое. Теперь берем всю оставшуюся часть специй, которая у нас осталась, и хорошо натираем его со всех сторон. Немного приправы отправляем в судочек, в который мы будем мариновать на само дно. Тут у меня еще куча приправы, которая обсыпалась, когда я обтирала его. Тоже отправляю сюда, вниз, на дно. И укладываю сам почеревок. Вот так, плотненько. Возьмите какую-нибудь такую тарелочку, чтобы оно плотненько лежало. Высыпаем всеми остатками, которые есть, чтобы ничего не пропало. Посмотрите, какая красота! Пахнет божественно! Посмотрите, как в разрезе вот здесь, где видна почеревка. Теперь накрываем это все плотно, крышкой какой-то. Вот таким образом. И оставляем на сутки при комнатной температуре в кухне на столе. Через сутки убираем в холодильник. Прошли сутки, как я поставила почеревку в холодильник. Сутки постояла она у меня на столе, ко кухне, и сутки в холодильнике. Теперь можно открыть. И если какая-то влага внизу скопилась, ооо, какой запах! Могло здесь внизу немножко скопиться влаги, то нужно вынуть и протереть всю мисочку, в которой оно лежало. Ну, в принципе, чуть-чуть может влаги есть, где-то там, не знаю, до чайной ложки. Но есть уже можно начинать прямо сейчас. Но есть люди, которые любят, чтобы оно полежало двое-трое суток в холодильнике. Это как кому нравится. Поэтому сейчас мы разрежем, посмотрим, какое оно в разрезе и какое оно на вкус. Итак, я вынимаю вот так, видите, немножечко влаги, жидкость есть чуть-чуть. Теперь берем салфетки, обязательно, чтобы немножечко промокнуть эту влагу, чтобы ее не было. Обычно вот мы начинаем кушать через сутки. Я дальше, как поступаю с этим всем, с этой всей почеревкой, так даже я сало делаю, чтобы вы понимали, не только почеревку и сало. Я разрезаю его на удобные мне кусочки, приблизительно где-то вот так, на 3-4 части. Пакую по пакетикам и отправляю в морозилку. И потом мы достаем, когда сделаем борщ или картошечку молодую сварим. И с морозилки нарезаю, потому что у меня такое большое количество сала или почеревки там за неделю не съестся, грубо говоря. Поэтому отправляю это в холодильник. Итак, давайте разрежем. Посмотрите, какое красивое оно получилось вот здесь, видите, слоями. Сейчас посмотрим, какое в разрезе. Так, режется хорошо. Вот, посмотрите, какое внутри. Ароматное, просто невероятно ароматное, посмотрите. Супер-пупер просто почеревка. Теперь, в принципе, можно разрезать еще на несколько частей, отправить в морозилку. А можно нарезать и есть сейчас, если у вас готов борщ. У меня борщ готов сегодня, я делала борщик. Поэтому обязательно попробую. Значит, из-за чего я люблю в морозилке? Когда оно замороженное, очень легко нарезать его очень тоненькими кусочками, потому что нельзя резать его толстым. Вот чем тоньше его порежешь, тем вкуснее оно будет. Вот видите, тоненько-тоненько, вот так вот. Вот такими вот тоненькими кусочками я его нарезаю. Тогда это очень вкусно. И с морозилки, когда его достаешь, очень удобно резать. И я разрезаю или вот такими тоненькими кусочками, или режу весь плахто, потом режу на 3-4 кусочка. Ну, в общем, вот такое вот оно получается. Это очень вкусно и аппетитно. Вы даже не представляете, как оно у меня тут пахнет, все эти специи, чеснок, просто что-то с чем-то. Ну, в общем, сейчас я это все буду резать и частично убирать в морозилку. Что-то оставлю сейчас покушать и что-то еще сниму, чтобы фотография у меня получилась красивая. Ну, в общем, обязательно попробуйте. Кто никогда не ел почеревку, советую Вам приготовить. Посмотрите, вот так я упаковала в кусочки, поразрезала и уберу это все в морозилку. Посмотрите, вот таким образом. Можно в фольгу, можно в бумагу. У меня фольга закончилась, поэтому я попаковала по пакетам. Ну, в общем, это маринованный почеревок. Потом его можно готовить по любому Вашему вкусу. Предположим, режут и жарят с яйцами, как бекон. Берут на природу и жарят на гриле. Заворачивают в него какое-то мясо и тоже каким-то образом готовят. Знаете, как у нас называется мясные пальчики? Берешь фарш, там разная смесь фарша, заворачиваешь в этот тонкий почеревок, нарезаешь так тонко. И получается очень вкусно. Едят и прямо вот так, как я показала. Кто-то не любит такой сыро-соленый. И тогда выдерживают его дольше, чем двое суток. Трое, пять, шесть суток. Кому как нравится. Так и поступайте. Приготовьте, попробуйте. Если для Вас сыровато, пусть постоит и засолится. У нас на Украине едят по-всякому. Кто как любит. Потому что хрюшу любят в любом виде. На рынке даже срое сало едят. И всем все нравится. В общем, это дело вкусов каждого человека и местности, где он живет. Ну, в общем, вот так. Вот такая вкуснота и красота у нас сегодня получилась. Посмотрите, как красиво. Пахнет, ароматно. Ну, в общем, что-то с чем-то. Еще обязательно Вам хочу показать несколько вариантов засолки. И вот такого маринада для почеревки и сала. Потому что у меня есть несколько вариантов. Это такой, знаете, сыро-соленый. У меня есть такой более обваренный вариант. Тоже вкусно. И обязательно найдите на моем канале борщ. Красный украинский борщ. Сделайте такую почеревку и Вы будете супер-пупер довольны. Потому что это невероятно вкусно. Еще сюда лучка, горчички и то, что нужно. Ну, в общем, сейчас мы тоже будем есть. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok